В Китае состоялся аукцион служебных автомобилей, которых лишили чиновников различных уровней в рамках кампании по сокращению расходов на содержание госаппарата. Только за один месяц этого года автопарки государственных учреждений сократились на 3200 машин. Те, кто остался без персональных авто, теперь должны добираться на работу на общественном транспорте или ездить на велосипеде. Тему продолжит наш корреспондент. Первым на аукцион был выставлен Volkswagen, сошедший с конвейера 9 лет назад. Стартовая цена 50 тысяч юаней, то есть 8 тысяч долларов. Его моментально забрали за 10 тысяч долларов. Аукцион автомобилей, на которых ездили госслужащие, продлился 4 часа. Продано 106 машин. В государственную казну поступило около 1 миллиона долларов. То есть транспортные средства, выставленные на аукцион, были проданы на 70% дороже первоначальной цены. Всего до весны с молотка уйдут 300 автомобилей. Контроль за акцией осуществляет Центральная дисциплинарная и ревизионная комиссия. Стартовую цену на автомобили назначают независимые оценщики. Аукцион служебных автомобилей проходит по обычным правилам. Состояние автомобилей хорошее, цену определяют рынок и покупатель. В аукционе участвовали не только жители Пекина. Приехало много людей из других регионов. В первый день аукциона собралось более 1 тысячи человек. В Китае вопросы о сокращении количества автомобилей в автопарках госучреждений начали обсуждать 11 лет тому назад. Однако только с прошлого года чиновников обязали ездить на работу на личном автомобиле или пользоваться общественным транспортом. А участники аукциона говорят, что лишение чиновников служебных машин помогли им обзавестись личным транспортным средством. Цена на аукционе средняя, не дешевая. Однако, как правило, состояние у служебных автомобилей бывает хорошим. И я тоже надеюсь приобрести одно из таких авто. Но распродажа госавтомобилей повлекла за собой одну проблему. Без работы остались тысячи водителей, которые раньше возили чиновников. Теперь говорят о том, чтобы отправить их на пенсию досрочно.